так у нас вторая часть нашего интересного прямого эфира подождем пока все подключится и продолжим так таня отправляй мне запрос есть запрос привет снова вернулись да ты что-то рассказывал пример какой-то да я говорила о том что еще может помочь тройкам хотя эти рекомендации я давала я осознала эти рекомендации не для троек но для логиков по соционике то есть я еще и другими системами влекаясь в соционике есть люди у которых логика это самая сильная их часть и для этих людей действительно тоже все люди вокруг тупые у меня вот муж он логика сенсорные экстраверты логика у него на первом месте он правда очень умный но я не слабость на умных мужчин очень люблю и вот он меня этим покорил но вот у него все вокруг тупые просто но все просто практически тупые и и я когда осознала что вот у него по соционике логика на первом месте я ему так и сказала ты правда самый умный ты понимаешь вот тебя бог благословил я ему вот это вот ценности его дала чтобы он понял что он правда умнее других я говорю ты не можешь других обвинять в том что ну как человека там без ноги обвинять в том что у него нет ноги у него оторвало эту ногу на войне или там что-то случилось он в этом не виноват и говорю у него этого правда нет и говорю вот так вот у человека у него есть другие таланты но вот умом обделил его творец а тебя нет и это ты знаешь помогло и действительно муж перестал так сильно переживать и эмоционировать и когда он встречает людей которые не догоняют и кто у меня была клиент на трансформационной игре которая тоже оказалась по соционике с логикой на первом месте и я ей тоже это говорю слушай повесь себе звезду в лоб и скажи я правда умная я правда мне а другим правда это тяжело дается и ты знаешь это очень помогло так как она логика на сразу эту идею схватила она вообще с игры всегда выносит больше осознания чем я понимаю то что я обычно игра заканчивается я понимаю что было столько ценности а человек там называется 10 процентов из того что я увидела но вот она благодаря своей высокой логике она всегда выносила на тысячу процентов то есть я видела на 100 на тысяч то есть намного больше осознаний и вот это осознание стало для нее таким хорошим решением и теперь и и и уже больше не выводит из себя когда люди вокруг тупят она понимаешь ну правда умнее и вот стройкам я могу рекомендовать то же самое да здесь только через понимание то есть понять да что мы все разные особенно когда вы тренинг например кто проходил да вы же увидели насколько мы все разные и это только вот какое-то поверхностное такое описание ну как ты можешь что-то иметь претензий к человеку если у него другая программа ума и вообще жизнь она неправильная нелогичная да то здесь только через понимание приходит покой и ты уже не реагирует что кто-то там глупый кто-то потому что вот например двойки да вот это число сознания для многих вы слишком медлительный а вот кстати перейдем к двойкам да это люди рожденные второго одиннадцатого двадцатого двадцать девятого числа это число сознания 2 вот вы медлительные да для многих людей осознание для девятых вы можете быть медленно ваш триггер один из да это то что вас торопит когда вас торопят принять решение скорее быстрее нужно сделать быстрее да для вас это триггер вы начинаете нервничать вы ошибаетесь вы принимаете решение да то есть это вот такой дискомфорт для вас скажу вот если у меня двоечки вам нужно думать три дня не больше не меньше то есть если вы принимаете решение там за день за два вы как правило верные решения если позже то вы уходите в депрессивность в апатию то есть свои негативные качества скажем так вот три дня для вас это срок когда вы должны принимать решение потому что двойка это память да и вот каждая клеточка должна это решение принять подтвердить и согласиться с этим да я смешной рил сняла типа мне спросили am i crazy i ask myself i'm crazy and we all said no это вот я вспомнила тебя что каждая клеточка должна дать согласие что внутри меня так много этих разных частей и противоречащих друг другу иногда и надо действительно чтобы каждая эта часть внутренняя согласилась пишут нам да соглашаются да у меня так тоже паниковать начинаем спешки да это прям такой сильный наш двоечный триггер мне тоже когда начинает терапия я жутко эмоционирую миссия 2 вечно тяжело принимать решение мне тоже хотя она у меня еще не наступила на сто процентов но я очень четко чувствую наши эти проявления и раньше еще до этих знаний у меня же мама тоже двойка мне так напоминаешь меня теперь то мы понимаем почему я и напоминаю да потому что она 2 у меня миссия 2 вот и она мне постоянно говорит не сомневайся как я там да то есть ты видишь что это неправильно ну уже обладая зданиями естественно я кому действую и самый первый я бы даже сказала ваш триггер это как раз таки непонимание да то есть как вас не понимают когда вы не понимаете а это разрушать поэтому тут тоже нужно понять что все в жизни такая тавтология невозможно понять не все объяснимо не все люди понятны угомонить успокоить эти эмоции только через потому что вы реалисты почему еще двоек не любят потому что вы копаете да и вы можете докопаться до того чего не надо что не хотели бы другие люди чтобы вы это узнали ли кто-то это узнал и поэтому двойки еще наши шестерками у них такие взаимоотношения потому что шестерка она вот хочет комфорта она вот живет как их иллюзиях а двойка она реалист и она ее буквально может опустить на землю объяснить что произошло и из-за этого шестерка санирует это вот про взаимоотношения до 26 тебе это актуально сейчас актуально да мне приходится с моей шестеркой иногда вот просто так зимой маус закрыть мой рот и я вот смотрю я понимаю что это могу все объяснить но я этого не делаю кстати на днях не очень тоже помогла твоя мысль о том что вот не надо все копать меня стукнула машина и я стояла на поворот и я всегда очень большое расстояние держу между собой машина она сдала назад и стукнула с меня и все-таки за медианой съемки смотрю и я понимаю что не успеваю ехать тоже назад и я тоже начала что это значит для чего это произошло это же не просто так а потом такая так сама говорила не копай банан это просто банан просто стукнули слава богу машина не пострадала мы не пострадали все хорошо потому что вот это вот когда вы начинаете копаться вы теряете свою энергию на это все да ну то есть это бессмысленная затея такая вот миссии 2 я это тоже вижу иногда эти копания скажем так они приводят к результату очень классным результатом работе меня это помогает когда ко мне приходит клиент и он рассказывает ситуацию я реально могу докопаться до сути это очень для меня продуктивно ну то есть я начала использовать это в работе а в жизни я вспоминаю твою твою рекомендации и не копаю когда не надо да да потому что вы теряете как бы энергию именно на том что вы копаете вы начинаете думать а почему так сказал потому что у вас душа реализуется через отношения да вам важны эти отношения и вот третий триггер пусть это будет заключительная потеря отношения то есть него это отношение вам очень эмоции это будет триггер когда разрываются отношения теряются отношения да потому что и вам сложно поставить вот эту точку завершить и точно так же вы страдаете когда отношения заканчиваются скажи что очень очень и нам тут девочки тоже подтверждают что все что ты говоришь очень отзывается тоже и про копание и про поторапливать все девчонки пишут что очень отзывается двоечки двоечки или у кого-то мама двоечка но вот кстати анастасия видишь тоже не просто так мы привлеклись сидя мама двоечка я двоечка что-то еще с мамой проработать надо значит про отношения тот последний да триггер потому что вас душа реализуется через отношения и на самом деле когда вот ты понимаешь у тебя нет к маме да вот она там с кем-то соседями пообщается я раньше думал что она к людям лезть а сейчас то я понимаю что мне так душа реализуется и важен этот контакт общение да я уж так ну улыбаюсь да ну это в душа реализуется я пошла то есть вот я абсолютно в этом плане другая там к чужим не подойду там не начну общаться да а вот двоек другая энергия то есть вы такие вы же как вода под любой сосуд подстраиваетесь да то есть вы очень чувствуете энергетику помещения людей и саму рожденные психологи эзотерики это такая лунная женская энергия вот поэтому с двойками вот сам последний это конечно отношения да потому что важны двойка если вы уничтожить двойку ее нужно закрыть где-нибудь в камере без людей да и тогда двойка сама себя уничтожит если она ни с кем не сможет общаться поэтому общение контакты очень важны для двоек спасибо нам тут желает хорошо продолжить спасибо огромное пошла кружить свою шестерку пишет саша спасибо тебе за участие комфорт да шестеркам очень важно создавать комфорт все самое лучшее для них и та энергия которая заложена в шестерках она будет распространяться скажем так и на вас то есть когда кстати я это вам не рассказывала когда в семью приходит шестерка да ребенок это обязательно будут какие-то инвестиции покупки да но что-то вот такое будет приобретение и в целом деньги материальная часть энергии да это деньги они приходят для того чтобы создать этой шестерке комфорт то есть вот если с деньгами все хорошо это про то что нужно шестерке отдавать эти деньги создавать ей комфорт я сейчас говорю о детях другой момент но деткам всегда будут деньги что-то купить чем-то порадовать потому что шестерки они же эмоциональны всегда будут возможности сделать для детей числа сознания 6 вот именно инвестиции в семью единички да эфир очень интересный я не слишком говорят я так в потоке еще это эмоциональны говори говори мы же для этого тут собрали чтобы эти все чудесные знания провести если двойка еще и скорпион вот я тоже хотела добавить о том что систем очень много разных будет как них не запутаться а для меня них нечего путаться потому что смотри вот есть шестерка да но по соционике это шестерка может быть габен может быть там дон кихот может быть еще кто-то и это разные грани получаются разные вкусы шестерка 1 там будет и аспекты шестерки и аспекты которые по соционике и аспекты которые там по еще каким-то системам и я вот узнавая все эти системы они для меня совершенно не противоречивы они как раз нам берут дополнять и понимаешь понимать как портрет человека становится 10 д а не плоским что человек такой да а он многогранный и да там будут какие-то нюансы то есть двойка я и двойка там двойка я весы и двойка там скорпион это будут уже две разные твойки совершенно если говорить вот именно по цифровой психологии может быть два человека рожденных в один и тот же день время да опять же но они будут абсолютно первое потому что у них будут разные имена ну пусть даже будет одно и то же имя например и тебя зовут таня и вот какую-то другую женщину тоже зовут таня реально есть у меня девушка и тоже зовут таня мы с ней родились в один день но не в одно время она родилась позже и я посмотрела по натальной карте у нас там луна и венера в разных знаках ну то есть по солнцу мы весы а по другим знакам отличаемся но это реально одно и то же имя единственное что родились в разных местах это тоже влияет да естественно и будет влиять еще что ваше убеждение которые с детства да у вас закладывались родители разные какие условия для жизни были а психоэмоциональное состояние то есть у двоек например залог активность апатия да например ты пошла себя прокачивать да ты уже понимаешь себя ты умеешь это контролировать она условно ну пошла по другому пути естественно впадает состояние а это и внешний вид да это и вот с двойками честно на консультации если так вот не все опять же прокаченные двойки они классные они себя понимают я говорю не очень быстро схватываю да вот как ты а есть двойки которые вот они сидят и ты действительно не можешь понять что она она сейчас тебя поняла что она сейчас испытывает это вот такое лицо неудовлетворенного человека и вот двойкам очень важно уходить то есть вы должны постоянно позитивно мыслить и не впадать да это очень важно так двойняшки конечно двойняшки тоже будут разные потому что задачи души разные и одной задачей будет души по одному развиваться по другому по другому да даже у одних родителей даже в одно время рождаются дети тоже разные да например кто-то там элементарно смотрел в детстве ужастики а другой там романтику это уже будет психоэмоциональное состояние людей разное почему да например семья там близнецы двойняшки один там спился а другой успешный бизнесмен то есть это тоже все про то с кем человек общался да и вы он заложил убежать это все тоже будет влиять давай про единиц давай и цари и цари значит число сознания один это люди рожденные первого десятого девятнадцатого и двадцать восьмого числа я уже сказала это цари да то есть вот единица когда она вообще куда-то заходят она сразу ищет свой трон если семерка это звезда она просто садится на этот трон то ница будет искать где ну где же ее трон это люди которые хотят чтобы все делали только так как хотят они то есть единицы чтобы все думали так как думают единицы одним словом чтобы подчинялись и знаешь даже когда единицы там своей семьей там родственниками это знаешь так выглядит как царь интересуется подданными как они себя чувствуют что у них жизни происходит это действительно очень смешно наблюдать у меня в семье есть единицы естественно триггером для них будет когда кто-то их ослушался когда сделали по другому да и у единицы агрессия заложено диспотизм агрессия и это минусовое до проявления когда их критикуют то есть единицы могут критиковать а их критиковать нельзя нельзя когда их не считают авторитетом когда их не уважают к ним не прислушиваются это все будет для единицы триггером у меня родители мужа один да то есть у единицы в сознании только он сам да то есть вот он все остальные вот так сознание у единицы и единицы в плюсе да если говорить не будем прям так про них категорично да рассказывать просто в плюсе это лидеры это инициативные люди это такие это такой локомотив за как остальные это они очень ответственные это очень такие люди ответственные это нам добрый вечер видишь самое спасибо нам комплименты дают спасибо большое за комплименты да то есть у единиц вот самый такой главный важный критер триггер это будет то когда не получилось так как он или она хотели да опять же в жизни так не будет они и тогда единица начинает подавлять волю других людей то есть вот у нее есть эта рамочка кто-то оттуда вышел да из-под контроль на из-под из этой рамки она раз его обратно туда поэтому она естественно будет такой агрессивный быть я в ярость даже может уходить когда кто-то не делает он или она сказали у единицы еще знаешь такая фраза вот я же говорил то есть у них вот такая позиция это покровители да они всегда они будут покровить но второй важный момент с единицами они не потерпят если их предадут то есть они поэтому им очень важно чтобы люди были им преданы во всех мыслах этого повода ты знаешь у меня оба мужа единицы были на первым уж больше вот в негативе у него эта единица вот в программе эго проявлялась а мой теперешний муж у него тоже иногда включается вот это когда он не в ресурсе я вижу я прямо вижу вот этот минус единицы но слава богу это очень редко бывает а больше он все-таки в позитиве я вижу но снова такие как дойка же манипулирую например когда я шутя шутя могу говорить слушаюсь и повинуюсь ну знаешь он там что говорит я говорю слушайся повинуюсь я прям вижу как елей на душу для него такие слова или там например у днём машина говорит никуда не уходи тоже шутя он тоже шутит типа никуда не уходи я говорю я буду ждать тебя вечно и тоже я вижу прям он расслабляется то есть я через шутку но все равно это все равно как это слова это коды которые влияют на психику я вижу как для него как для единицы это супер важно да потому что ты даешь то есть ну ты конечно манипулируешь это не есть хорошо но в целом ты ну это шутка знаешь это же все не происходит по-серьезному просто мы так шутим но я вижу как на него это влияет ты ему даешь признание ты даешь признание вот этому авторитету что он здесь главный потому что опять же да это царь ему важно чувствовать себя главным с ним нельзя спорить а ему нельзя противоречить да то есть все должно быть так как он сказал то есть единицами как ты самый лучший вот а вот твой совет вот тут ты мне там дал совет это был там самый лучший совет он мне так помог то есть вот если говорить в долгу это конечно неправильная практика да то есть эго начинает утолщаться у человека убеждения становятся скажем так толще да они проваливаются что вот так быть то есть все должны делать именно так долгу это неправильная тактика но чтобы наладить отношения естественно единиц нужно хвалить очень очень много много хвалить потому что они смотри разница в том делать это искренне или не искренне потому что если мой муж действительно совершает ошибку и не говорю ты прав я не утолщаю его эго если он например он пытался не объяснить сколько должна длиться моя консультация с кренетами говорю это моя консультация я решаю сколько она должна длиться а не ты а вот у него есть вот так неправильно так не должно быть и у него есть эта директивность его эту директивность когда вот как говорится мимосты рамочка я когда вышла из эту рамочку меня назад подписывал но в этот момент я не питала его эго, я говорю, это моя работа, я говорю, я не говорю тебе, что тебе делать в твоей работе, а это моя, я ему чётко разделяю тогда. Понимаешь, когда ситуация, когда он правда прав, я ему подтверждаю это, и это важно любому мужчине услышать, не только единицы. А когда он не прав, я ему об этом тоже сообщаю. То есть это не манипуляции, чтобы раздуть эго человека, а о том, что действительно показать, где он наступает на границе, а если он не наступает на границу, то почему бы не сделать человеку приятным. Ты не понимаешь, да, через манипуляцию, что вот я знаю там условно его программу, я сейчас делаю так, скажу те слова, чтобы я для него была новым человеком, чтобы какую-то выгоду, да, извлечь. Вот я именно про этот вариант говорю. То есть когда ты знаешь, да, условно его программу, что это важно, и ты становишься для него таким положительным своим человеком, потому что единицы же делят свой-чужой, то есть ты делаешь всё для того, чтобы стать своим, но, опять же, да, в коротких целях, чтобы извлечь выгоду. Вот это, я говорю, вот в долгу это неправильно. А у каждого, естественно. Вот, нам ещё комплимент с тобой делать. Есть какие-то, какие-нибудь вопросы? Ответим, да, быстренько? Да, если есть вопросы. Ты ещё, может, расскажешь какую-нибудь технику, такую лёгкую, чтобы в моменте себя успокоить? Вот я там про воду, про душ рассказала, вот что-нибудь от тебя ещё хотелось бы послушать? Ну, в первую очередь, общая рекомендация для любого числа сознания, любого социотипа — это осознанность. То есть для того, чтобы начать управлять своими эмоциями, для начала нужно воспитать в себе наблюдателя, который будет это замечать, потому что часто мы не в осознанности, мы делаем что-то, мы даже не понимаем, что происходит. Это занимает время, но это очень благодарная работа, когда мы воспитываем в себе внутреннего наблюдателя, и мы начинаем видеть со стороны, как я себя веду. И я сразу говорю о том, что не ожидать от себя, что вот если я заметила, что я уже что-то делаю, то я прямо в моменте должна исправиться. У нас тело инертное, и нужно дать себе время, и спокойно относиться к тому, что ещё какое-то время я буду реагировать не экологично, какое-то время, которое мне нужно для того, чтобы выработать новую привычку, как реагировать в той или другой ситуации. Потому что вот как в книге «Тонкое искусство пофигизма» было написано о том, что часто мы злимся на то, что мы злимся, мы переживаем из-за того, что мы переживаем, мы тревожимся из-за того, что мы тревожимся. То есть происходит ситуация, когда ситуация вызывает у нас определённые какие-то чувства и эмоции. Кстати, тоже сейчас хочу рассказать разницу между чувствами и эмоциями, потому что я её не понимала раньше, а когда мне дошло, это стало очень важным для меня таким осознанием. То есть происходит ситуация, происходит некая наша реакция эмоциональная. Так, я отвлеклась на это самое и уже забыла. Давайте я расскажу разницу про чувства и эмоции, а потом вы мне напомните, что я хотела сказать по этому поводу. Когда происходит ситуация, мы испытываем некие чувства. И чувства — это обычно, например, я чувствую себя униженной, или я чувствую грусть, или я чувствую себя недолюбленной. То есть это какое-то чувство, которое появляется. Но это чувство, в результате мы это чувство обычно не замечаем, мы его не осознаём, оно у нас спрятанное. Но от чувства идут брызги. Брызги — это уже эмоции. А эмоции — это какая? Может быть, обида, может быть, злость. И обычно эмоции, они играют защитную функцию. То есть если чувства — это наша уязвимость, в чувствах мы уязвимы. То есть я чувствую себя неполноценной, чувствую себя плохой, или ещё какой-нибудь чувствую себя, и это уязвимая позиция. То эмоции обычно дают нам некую защиту. Или апатия, что мне ничего не нужно, уже отстаньте от меня. Или злость, или какие-то выражаю эмоции. И эмоции — это всегда следствие чувств. Но, как Троцкий говорит, нам нужно научиться именно в моменте проявлять чувства. Это долгая работа над этим развитием осознанности, что когда в моменте я понимаю, что я чувствую, но какое-то время я ещё буду так продолжать чувствовать, но в результате этой осознанности появляется люфт, в который мы можем с тобой поговорить. Это будет очень короткий, мгновенный разговор, который рождается из многолетней практики. Ты сначала долго практикуешься, вот благодаря этим знаниям, которые ты даёшь, ты когда понимаешь, что вот так работает моя энергия, энергия моего числа сознания, энергия моей миссии, или там какой-то другой ещё системы, но так работает моя энергия, и так работает энергия этого человека. И вот это самоосознание, оно в моменте ты включаешь, и когда, ну я же говорю, это работа не одного года, развить в себе эту осознанность, этого наблюдателя, умение быть в моменте, замечать все вещи, понимать, что я чувствую, а не эмоции свои. И в этот момент потроцкому нужно эти чувства проговорить, не только потроцкому, вообще свои чувства нужно проговорить. И когда ты говоришь о своих чувствах, ты как будто открываешь свою уязвимость, но именно это является твоей неуязвимостью. Потому что в момент, ну это и есть наша такая защита, это очень нелогично звучит, но это так и есть. То есть я говорю, я сейчас чувствую, что меня не любят, когда вот это произошло, я себя чувствую, или я чувствую, что я там, у меня комплекс несовершенствует, или там чувствую себя, ну то есть я говорю о своих чувствах. И когда я говорю, тут тоже человек не может на тебя агрессировать, если он, например, был в агрессивной позиции, или ты понимаешь, что ты чувствуешь. И, например, часто родители злятся на ребёнка. Почему? Потому что они чувствуют себя бессильными. Потому что я хочу, чтобы он сделал так, как я хочу, а он не делает так, как я хочу. И из чувства бессилия я начинаю кричать на ребёнка, злиться на него. Ну хорошо хотя бы осознать эмоцию и просто сказать, я злюсь, уже сам факт проговаривания того, что ты чувствуешь, и даже эмоции, даже если бы проскочили чувства, но уже на эмоции, оно снижает градус на 50%. На 50%. То есть если в моменте я злюсь, я говорю, я злюсь. Или там дочка что-то делает, я понимаю, что у меня начинает накивать, я говорю, я начинаю злиться, я об этом сообщаю. И она, во-первых, предупреждена, и для неё потом не будет удивлением, что если я действительно разозлюсь, я могу там повысить на неё голос. Но обычно этого не надо. Уже сам факт, что я её предупредила, она поняла, она предупреждена, она начинает что-то делать. А я самим проговариванием убрала этот градус, я больше не злюсь. Просто в моменте проговаривать эмоции помогает с ней справляться. А когда мы развиваем осознанность, в том числе, и начинаем осознать свои чувства, а чувства — это всегда травмы. А травма — это то, что как раз наша душа несёт, как погремушка в себе, для того, чтобы проработать, и для того, чтобы вывести. У меня это есть в эфире эмоции, я об этом говорила, о том, что любая ситуация происходит с нами для того, чтобы вскрыть нашу травму, потому что эти травмы у нашей души носит уже не одно воплощение. И именно это и удерживает нашу душу от того, чтобы она стала светом и соединилась с Творцом, если уже мы говорим о тонких материях и о духовной стороне жизни. И именно эти все травмы — это те такие гельки, которые камешки такие в кармашках души, невидимые кармашки эти, которые удерживают на земле и которые удерживают нас в этой игре жизненной, вот этих всех страстей. Мы все приходим друг к другу триггернуть, кольнуть, зацепить, зацарапать для того, чтобы что-то достать изнутри. И когда мы это достаем из себя, мы от этого освобождаемся. А как доставать? Вот ты говоришь, ну то есть гнев можно холодной водичкой попить. Да, Таня, вот то, что ты проговорила в цифровой психологии, то есть так и идёт работа с эмоциями. То есть первое, что ты делаешь, это ты признаёшь, что ты сейчас испытываешь. И вот я на себе могу сказать, что раньше, конечно, я так не делала, то есть я вообще не понимала, что происходит. А когда какая-то эмоция, если я даже не могу сказать, что происходит, вот это в моменте. Я самой себе говорю, вот я сейчас испытываю вот это и это, почему я себе задаю вопрос. И тут же начинаю анализировать свои фигеры. То есть, знаешь, прям галочку ставить. Вот меня задели вот за это, за это и за это. Когда ты себе объяснила, ты реально успокаиваешься. То есть ты понимаешь, что не в этом человеке, а в тебе. Твоя программа работала, да, то есть задели твою программу ума. Но тут приходит объяснение, что моей душе абсолютно всё равно, что сейчас произошло, да. Моя душа пришла сюда реализовываться, отдавать те таланты, которые заложены, да. То есть это моё эго сейчас задели. Почему конфликты, почему мы ударяемся, да, об эго других людей. Опять же, потому что разные программы. И вот в момент, когда я начала это проговаривать и объяснять себе, да, почему я это испытываю. Ну, просто вот сажусь и сама с собой, да, разговариваю. Всё, меня тут же отпускает. И ещё второй момент, вот совет, особенно для сознания 8, наверное, я бы так подметила, да. В каждом человеке видеть вот эту божественную искру. Вот сегодня буквально у меня была ситуация, где я начала раздражаться на человека. Я уже печатала сообщение, чтобы высказать всё, что я о нём думаю. Но знаешь, в моменте я просто вот у меня как вот включилась, и я говорю, так, нет, в нём вот эта божественная физика. Лучше давай я подумаю, для чего эта ситуация, да, почему она мне? Меня тут же отпустило. И я после этого, буквально через 10-15, я начала даже смеяться над этой ситуацией. То есть вот если ты успеваешь в моменте, ты не разрушаешься, а эмоции, они ведут к заболеваниям. заболеваниям. И вот, как я уже сказала... Не проявленные эмоции. ...эмоции, да, своё слабое место. То есть это всё вот про психосоматику как раз. Поэтому и с эмоциями нужно работать, их нужно экологично доставать, скажем так. Да, да. Потому что даже практики с телом, да, которые вот тебе скажут, что ты всё проработал, а тело-то помнит. То есть, например, там гвозди те же самые. Когда я стояла на гвоздях, я уже думала, что вот определённая ситуация у меня уже проработана, там уже ничего не осталось, да, я всё оттуда вытащила, все эти эмоции прожила. Но ты понимаешь, мне всплывает именно эта ситуация в сознании. Потому что где-то в теле это всё осталось, да, тело же оно. Поэтому это просто работа, значит, наверное, на всю жизнь. Вот развитие своего сознания, работа над собой. А мы только для этого и пришли в эту жизнь. Ну, это не то, что я сейчас быстренько проработаю свои эмоции и потом начну жить. Да нет, вся жизнь дана нам для того, что у нас время от времени триггерят, и мы с этим триггером, с эмоцией работаем. Но, как ты сказала правильно, очень важно понять, почему я испытываю эмоции. Вот эти знания, если это помогает, но часто бывают такие моменты индивидуальные. И вот то, что ты сказала, прописать, можно проговорить, а можно сесть и прописать в блокноте. Когда ты пишешь, это не то, что ты думаешь, потому что, когда ты пишешь, ты начинаешь трансцендентно видеть эту ситуацию со стороны, и тогда ты можешь понять причину, да, то есть какая системная ошибка, какое убеждение, потому что эмоции, они влияют на сознание, они его схлопывают, но эмоции у нас происходят из-за каких-то убеждений. мы во что-то верим. На морали наши. Да. И это то, во что мы верим, это как программа. И это как программа, вот что-то происходит, эта программа срабатывает, это как короткое замыкание, и происходит биохимическая реакция в теле, которую мы ощущаем как эмоции. поэтому все рекомендации, которые я могу дать, эмоции, да, как мы работаем с эмоциями, их надо проговаривать. Мы проговаривать экологично. Если мы это делаем не экологично, это тоже, это или, ну, это как мы бросили в своих близких какие-то угли горящие, да, если мы это не бросили, мы это, эти угли внутри, они нас разрушают. Если мы бросили, мы бросили это на близких, но это наши близкие, это люди нашего поля, и они тоже, то есть, когда они страдают, мы тоже от этого страдаем. Поэтому, чтобы этот пар выпустить, его надо, реально, это пар, его надо выпустить. А выпустить, ну, есть очень много рекомендаций, это вот, или если это гнев, то холодная вода, там, если это тревоги, там, тёплая, можно выговаривать на свечу, засажать свечу, открыть воду, или на воду, или на свечу. Эти эмоции выговаривать, чтобы вербализировать, чтобы через рот, через язык, это выходило. Буквально в смысле вытрясти из тела, то есть, прямо такие пляски буду делать, включить музыку себе, какую-то такую шаманскую, барабанную, земную, вот именно такую, чтобы заземлиться, прямо топать ногами, сбрасывать руками. Ну, это любой вид активности, в принципе, то, что ходить, но это более такое ровное. Когда эмоции кипят, когда вот этот вот градус очень высокий, от них нужно избавиться экологично, то есть, не на людей, вот сделать, дать себе там вдох, да, сдать себе этот люк, для того, чтобы пойти и сбросить ту эмоцию. И хорошо, вот люди, специально у нас в Калифорнии на океан, ездят прокричаться, то есть, шум, волны заглушают, и вот он прямо группами ездит, собираются и проораться, вот так, хорошо, или в лес, там люди ездят, то есть, в единённое место, выкричатся. Вот я на тренинг ходила, где нам болевые точки довели, для того, чтобы мы орали, мы орали, болевые точки, это тоже блок, если нажать, оно не больно, но если у тебя там блок, там будет боль, просто неземная, какая-то ужасная. И через подушку мы тоже выкрикивали, выплакивали, прорыдаться иногда, осознанно прорыдаться, понимая, что это катарсис, очищение, это тоже очищение, но это всё спускание пара. Это все эти непрожитые эмоции, которые мы копили в себе какое-то время, и они уже слишком кипят для того, чтобы их держать в себе или выбрасывать на других. А потом, когда уже эмоция в моменте, её надо проговаривать, просто само озвучивание эмоций, оно её выводит из тела. Когда я говорю, это без надрыва, без кривка, я говорю, я сейчас обиделась, вот так, ну да, мне сейчас обидно, мне сейчас больно, мне сейчас неприятно. Я не обижаю других, потому что я говорю о своих чувствах, и это не может ранить других. Но для того, чтобы эта эмоция не появилась, то есть, например, у нас есть телевоспаление, источник воспаления, из-за которого происходит нагноение, и это, например, уходит через кожу. Мы можем сколько угодно дезинфицировать кожу, но у нас есть источник воспаления, это какая-то инфекция внутри. Так вот, инфекция внутри – это наше убеждение, это наши ошибочные мнения, какие-то из-за которых эта эмоция будет бесперевно появляться. И если не убрать причину, то нам придётся постоянно только делать, что спускать пар. Поэтому блокнот к ручке или обращаешься ко мне, и мы разбираем, находим вот эту точку, причину, из которой рождаются эти эмоции, и из которой мы можем, то есть убирая причину, и больше это не вызывает в эмоциях. Ну, например, меня там жутко, бессила, беспорядок, я постоянно его навожу, и постоянно у меня такое ощущение, что все как на зло мне создают этот беспорядок, и у дочки в комнате постоянно этот беспорядок, и меня это очень сильно злило. Естественно, я это срывала на ребёнке тоже, пока мы с коучем не проработали эту тему. Это травма униженного, ну, то есть это целая история. И когда эта тема проработалась, я больше не эмоционирую на эту тему, ну, именно в этом аспекте. Но, как я уже говорила, сидеть, ждать, когда я сейчас всё проработаю, не имеет смысла, потому что этих погремушек в душе, вот этих камешков, много-много-много-много. И каждая ситуация нужна для того, чтобы этот камешек нам достать из этого кармашка невидимого и показать, вот, у тебя есть вот эта боль, у тебя есть вот эта травма, с этим надо поработать. И поэтому вот эти знания помогают тебе испытывать благодарность, ну, как бы это страннее звучало, но благодарность людям, которые тебя ранят. Потому что они играют эту роль, они и пришли для того, чтобы достать из нас то, что было у нас всегда. Да, то есть я очень люблю эту фразу, что все люди — это почтальоны, которые приносят нам письма, которые мы сами написали. Да, это действительно так, потому что то, чего нет в твоём сознании, да, в твоей карме, скажем так, то не может быть в твоей реальностью, да, потому что наше сознание — это такой 9-диск, и наша жизнь, она проигрывается, да, то есть та запись, что есть на этом диске. Поэтому что можно сделать, когда ты недовольна в твоей жизни? Именно перезаписать вот это 9-диск, эти знания, работа с тобой, потенциальные, она и помогает перезаписать. То есть тебе больше не попадаются те люди, которые там причиняли боль, да, потому что… Да, да. Это декорации актёры, а суть всегда одна, пока ты это не проработаешь. И что связано с эмоциями, да, с мыслями, неважно, ситуация всегда, итог будет один. Поэтому здесь только перезаписывай свой DVD-диск, и тогда на экране будет абсолютно другой фильм, там, был ужастик, а теперь мелодрама. Да, однозначно. Как только мы приходим к правильному осознанию, как только мы понимаем в каком-то аспекте, в какой-то прослойке, мы поняли, в этой прослойке больше урока не будет, оно может происходить, оно нас больше не ранит. И вот у нас так в игре, в игре попадается какая-то ситуация, и как только ты осознание получаешь, ты сразу выходишь из этой. Это выглядит как магия, ну как может там кубик знать, да, но ты бросаешь кубик, и он показывает, если ты осознал, осознал, то тебя выпускает. Да, кубик показывает, что ты вышел. А пока ты не осознал, ты бросаешь тысячи раз. Нет, будет ответ «нет». Осознавай. Да, да, вот игра Лила, я, кстати, хочу её попробовать, там идея такая, да, потому что пока ты не разберёшь, она тебя не выпускает из игры, и игра может лезть и 20 часов. И я очень хочу её попробовать, попробовать. И ты знаешь, ещё такой момент проверки. То есть тебе, когда в моменте кажется, я это уже всё проработал, я там простил, отпустил, там всё, эти моменты меня больше никак не задевают, обязательно приходят какие-то проверки. Две, три. Абсолютно. Абсолютно, да? Именно проверки себя. А действительно ли ты, например, уверена в этом выборе, да? Или действительно ли ты больше не реагируешь на эту ситуацию? И как только ты показываешь, да, вот это своё намерение, да, энергия этого намерения, эти ситуации больше не происходят в жизни. Я вот это вижу на своём опыте, да? Приходит, проверка пришла, один раз прошла, ну, там, второй раз бывает, и всё, и больше этих ситуаций в жизни не возникает. Да. Но ещё есть такой момент, что любая проблема, она как луковица, и она ещё слоями, то есть открывается, то есть я один слой, потом второй, там какие-то более, могут быть глубинное сознание. Вот у меня есть такие темы, к которым я время от времени возвращаюсь. И каждый раз мне кажется, что я уже проработала, и на какое-то время действительно больше это меня не цепляет. Когда приходят проверки, я их прохожу, окей, нормально, а потом приходит какая-то новая жизненная ситуация, через какое-то время, когда ты уже отдохнула, так сказать, и разбираясь в этой жизненной ситуации, ты приходишь снова к тому вопросу. Да. И ты такой, ну, так, я же это уже прорабатывала, а потому что мы проработали это на более низком уровне, а там есть более, ну, высокий или более глубокий, можно сказать, да, если мы говорим о луковице, то это более глубокий, более такой концентрированный уровень. То есть нам всегда даётся по уровню сознания задачи, и мы можем одну и ту же задачу решать на разных жизненных этапах, на разных жизненных наших уровнях сознания. И будет та же проблема, но аспекты разные, и этого тоже не надо пугаться, это нормально, что мы иногда будем возвращаться к каким-то тем же вопросам, просто не надо думать, что, боже, я опять 25, что ли? Нет, это не опять 25, это та же проблема, но на более высоком, глубинном уровне прорабатываться. И вот ещё хочу добавить по поводу, ты говорила о том, что с собой нужен диалог, и это реально очень важно, научиться вести с собой диалог. Это, если что, на всякий случай скажу, это не сумасшествие. Сумасшествие, шизофрения, это когда ты делаешь это бесконтрольно, когда с тобой что-то происходит, ты это вообще никак не контролируешь. А это как раз строго контролируемый процесс, когда я начинаю осознавать свои разные грани. Например, по транзактному анализу у нас есть внутренние составляющие, как внутренний ребёнок в плюсе в минусе, внутренний родитель в плюсе в минусе, и наш взрослый. Ну, я добавлю, что взрослый — это результат гармонизации ребёнка и родителя, а не просто отдельное какое-то состояние. То есть мы во взрослом состоянии, когда у нас ребёнок в плюсе и родитель в плюсе, тогда автоматически получается взрослое состояние. Так вот, негативные наши эмоции, когда эмоционируем, это состояние ребёнка в минусе, и это же эго. То есть ребёнок в минусе — это эго, ребёнок в плюсе — это божественная наша часть, это все наши вдохновения, это творческая энергия, это способность радоваться, получать удовольствие, это божественная наша составляющая. И вот, сказать бы, состояние — это одно, это уже не транзактный анализ, это моя уже добавка, то есть то, что я осознаю. То есть ребёнок — это одно состояние, но ребёнок в минусе — это эго, ребёнок в плюсе — это божественная наша часть. То же самое родители в минусе — это гордыня, а родители в плюсе — это наша божественная составляющая. То есть тоже это две совершенно разные части, Хотя состояние одно, родитель, да, но это две разные части. И вот, чтобы справиться с своим ребёнком в минусе, со своим эго, с ним надо разговаривать, как с ребёнком. Да, потому что, знаешь, я вот часто слышу, там даже мне пишут, ой-ой-ой, мне пишут, вот, знаешь, даже после, сейчас, секунду, я просто на зарядку поставила телефон. Я поняла, да. Я свалился. Когда мне пишут, я избавилась от своего эго, или я ухожу от него, не нужно от него. Да, да, да. От эго невозможно избавиться. Невозможно. То есть без эго мы никто, потому что это самоидентификация, да, кто ты, личность, то есть это наша личность. Поэтому бороться с ним, уходить, ну, это не тот момент. Бесполезно. Во-первых, нужно понять свою программу ума, которая заложена в дате рождения, да, нужно понять, принять, что ты вот такой, это твоя данность, и использовать те рецепты, скажем так, для трансформации своего сознания. Но от эго невозможно уйти. Ну, то есть это уже уровень, это мокша, это саматки, да, то есть когда происходит освобождение. Только тогда исчезает эго, открывается пять органов чувств, но мы туда, ну, по крайней мере, я туда не стремлюсь, да, вот именно к освобождению на данный момент, на данном этапе своей жизни. Поэтому от эго не нужно уходить. Его нужно свою программу принять и трансформировать сознание. Вот это главная цель, да, опять же, которая на это уходит очень… Я бы сказала, наверное, всю жизнь на это уйдёт. Но зато… Ну, не одна жизнь на это уйдёт. То есть, правда, эго — это инструмент, который мы живём в мире, но проблема в чём, когда эго начинает нами управлять. Это очень часто случается, когда ты живёшь в программе эго, то, о чём ты говоришь в цифровой психологии, когда человек начинает жить в программе эго. Это когда эго начинает нами управлять, а наша задача — это осознать его и сделать так, чтобы он играл свою функцию, то есть выполнял функцию адекватера в этом мире для того, чтобы мы могли социализироваться и контактировать с другими. Мы через эго контактируем с другими и никак по-другому. Но когда ты это делаешь неосознанно, оно нас вводит в разные кризисы и проблемы. А когда ты начинаешь это осознавать, и когда ты ставишь его на место и даёшь ему его функцию, и, как я уже говорила, как и ты говорила, общаемся с этим эго, мы с ним разговариваем, и мы как ребёнку ему объясняем какие-то вещи. И ты говоришь, вот это принятие, вот как ни странно, но именно цифровая психология, если это астрология, это то, что меня учат принятию. Казалось бы, ну что тут такого сложного? Ну прими себя, прими других. Но это очень сложно, абстрактно. Это только ты, когда предметна через ситуацию, через понимание, через осознание. И вот для меня цифровая психология, она как раз и стала одним из ключей, благодаря которым я стала принимать себя в каких-то аспектах и понимать других в каких-то аспектах. Мне хотелось бы сказать во всех, но я понимаю, что я бы уже с ним бы тут сидела от головы, если бы во всех аспектах принимала себя, потому что принятие себя 100% и других — это и есть просветление. То есть тогда мы уже… У нас нет тогда задач на этой земле других нет. Поэтому пока мы на этой земле, значит, у нас всегда есть что-то, что мы ещё можем в себе принять, ещё можем в других принять. И благодаря вот науке, например, в том числе цифровой психологии, это помогает понимать. Когда ты понимаешь, ты тогда и принимаешь. Ты понимаешь, что такая твоя природа, ты понимаешь, что такая природа другого человека, и ты перестаёшь в эту сторону тогда сбрасывать эмоции. Действительно, ты даже, знаешь, в юмор переводишь. То есть вот я смотрю на близкого, да, и там, а, это твоя миссия 4, или там это твоя… Ну, то есть вы начинаете это в шутку переводить, а когда ты этого не знаешь, ты реально считаешь, что эти дурные, тупые, неадекватные, почему все люди не живут в реальности? Ну, то есть ты начинаешь обсуждать, да, ты начинаешь делить, осуждать, а это и есть самое настоящее бездуховность. То есть духовность, если, смотри, так, глобальная, это когда у них с каждым, да, на уровне души не два эго встречаются, а две души встречаются. Это абсолютно другое, да, вот как у нас, наверное, с тобой было, то есть там не было, не знаю, если бы это было эго, была бы какая-то конкуренция, да, там ещё что-то. То есть когда встречаются две души, вот я считаю, что это и есть духовность, когда ты не делишь, да, ты просто понимаешь, что в нём тоже вот эта божественная искра, и неважно, как он выглядит, какое у него образование и так далее, то есть без деления, а у нас у всех оно есть, и это реально срабатывает автоматически. То есть твой ум не автоматически. Ты сказала одну важную вещь, на которой я хочу сделать акцент, что первый уровень — это понимание того, что человек это делает, потому что вот у него сознание, там число сознания 7, и поэтому вот он меня вводит в кризис. Это первый уровень. А второй уровень — это то, что ты сказала, чтобы понимать, а почему это со мной происходит. Это вот именно то, о чём говорят все психологи, взять на себя стопроцентную ответственность. Как? Это понимание того, что эта ситуация происходит со мной и для меня, и почему это со мной происходит. Да, он не при чём. Да, да. Что это не он там со своей миссией 4, там меня сейчас, там, или со своим числом сознания 1, и сейчас как деспот ко мне относится. А во мне есть некая энергия, которая привлекла такого человека для того, чтобы что-то со мной сделать, чтобы что-то во мне активировать, чтобы я что-то поняла. И вот это и есть уже более высокий уровень, когда мы отвечаем себе на вопрос, почему это для меня произошло, тогда уж действительно уходят все претензии, любые претензии. И ты тогда начинаешь действительно видеть в этом человеке душу. И вот мне астрология и нумерология, вот эта цифровая психология, она убрала все претензии. Я больше не обижаюсь на людей совсем. Я могу раниться. Это большая разница тоже. Я могу испытывать негативные эмоции от действия людей. То есть мне может быть больно, потому что я живой человек, во мне тоже есть травмы. Но я не обижаюсь на человека. То есть для меня я увидела свою маму, которая была заложницей моих программ, то есть моих программ души, что она просто не могла по-другому действовать. И она должна была говорить то, что она говорила, делать то, что она делала, или не делать то, что она не делала. То же самое, как и любой другой человек. Просто мама самый кармический обычный человек, поэтому я её упомянула. И вот когда я это осознала, у меня просто претензий нет никаких. Хотя мы с коучем прорабатывали, когда у меня ещё остались к себе претензии. Она говорит, если у тебя есть к себе, претензии, значит, к маме есть. Претензии к себе — это претензии к маме. Просто к маме как бы сняла. А второй уровень более глубокий, когда ты начинаешь понимать, что и ты заложница программ, например, своего ребёнка или того человека, другого человека просто, мужа, брата, подруги. Ты заложник его программы, его травм, и ты должна вот это сделать или вот это не сделать, вот это сказать или вот этого не сказать, для того, чтобы вызвать в этом человеке эмоции, чтобы человек через эмоции, через боль понял, что у него что-то есть в душе, какая-то травма, какая-то программа, с которой нужно поработать. Да. То есть на самом деле знание — это сила. То есть когда ты… Да. Ну не просто, когда ты обладаешь информацией, и сейчас очень много, да, разной информации, а когда ты вот фильтруешь, во-первых, да, очень важно, от кого ты получаешь эти знания, когда ты их фильтруешь, и самое важное, ты начинаешь их применять. То есть если сидеть и просто вот у троек эта беда есть, да, такое горе от ума, скажем так, у троек, они набирают эти знания, набирают, набирают, и ждут такого подходящего момента, когда это реализовать, когда это сделать, да, вот это неправильно, нужно сразу действовать. Не бояться ошибиться, не ждать этих моментов. Получил знание — тут же действовать. Возможно, я так утверждаю, потому что у меня в матрице есть как раз-таки вот эта линия, что получил знание — сразу применяешь, да? Применяю, да. Да, и мне это помогает, потому что я никогда не рекомендую то, чего я, ну, чем я сама не пользуюсь, да, там, или не пробовала. И ты знаешь, я иногда себя вообще чувствую каким-то экспериментатором, потому что мне интересно всё. То есть у меня тоже жалко знания. Я здесь получила, ага, вот это мне нравится, я это рекомендую. Но если я разочаровываюсь, я не рекомендую. Поэтому, когда со мной кто-нибудь общается, я в этом плане, что касается эзотерики, психологии, я разносторонняя, потому что мне нравится всё пробовать, да, я абсолютно не боюсь. Это там и гвозди, и регрессия. Есть это, я не знаю, да, я не могу этого знать, но я точно знаю, что вот есть что-то, такая энергия, да, божественная, я это верю, чувствую, и поэтому главное действовать. И будет поддержка. То есть когда ты вот на пути своего предназначения, тебя буквально свыше видно, тебя поддерживают. Угу, сто процентов. И ты в своём месте, да. Вот, к сожалению, и, может быть, к счастью, что вот в 28-23 лет я только наконец-то поняла, что ты в своём месте. А всё это время, вот знаешь, когда ты маленькая, и это пробуешь, и то, ну вот не на месте, да, твоя душа. Если бы я обладала... Солома, ты очень рано не начала, потому что я после 30-ти... 30... Ну вот когда, наверное, миссия включилась, тогда... Не, наверное, чуть раньше. В 32 я только начала задавать себе вопросы, хотя я всегда развивалась, как мне казалось, просто в каких-то других направлениях, но я тоже такой экспериментатор по жизни, как и ты. Ты знаешь, я бы хотела напоследок, у нас есть вопрос, и я предлагаю его разобрать просто как пример работы с эмоциями. Потому что на практике, да, вот есть конкретная ситуация. Человек пишет, очень сложно для меня принять водителей на дороге. Я знаю, потому что я тоже начала водить, это с этим статуюсь. Я сама вожу авто и понимаю, что я ловлю шизу, когда перестраиваются без поворотников, например, тупит на светофоре и так далее. Вот мне интересно, у меня есть твой ответ, мне интересно, как ты с позиции цифровой психологии сможешь прокомментировать вот такую ситуацию. Вот человек конкретно, ситуация, он на дороге, люди тупят, люди не поворачивают вовремя или без поворотников, тебя подрезают. Это вызывает сильные эмоции. Вот конкретно, что бы ты порекомендовала такому человеку сделать? Во-первых, мне эта ситуация знакома, потому что, ну опять же, да, шесть сверхэмоций, да, и раньше у меня, знаешь, как это проявлялось, я могла обогнать, притормозить, да, причем, ну как бы проучить, его отомстить, по сути. У меня это было. У меня муж мстит тоже. Таким на дороге он тоже мстит. Я получила сознание, да, я не вижу этот комментарий, но если говорить в целом, нужно переключаться. Ну, то есть, например, скорее всего, вот если я не... А, семёрка. То есть смотри, семёрка — быстрая реализация. Ей нужно здесь и сейчас. То есть для неё все, по сути, будут тормозить. Да? То есть ей нужно вот... У семёрки, знаешь, прям эта лампочка включается, и ей нужно здесь и сейчас. Поэтому тут опять же про свою программу. То есть это не они тормознутые, а это у меня такая энергия, что мне хочется навести хаоса, и мне хочется здесь и сейчас этого, да? И я бы фокус внимания перенаправила на что-то другое. Не знаю, там, условно, музыку какую-нибудь включила бы себе, какую-нибудь лекцию, да? Но чтобы не убрать эту зацикленность на ситуации, что все тормозят, там, я опаздываю и так далее. Вот меня это спасает. Я бы хотела просто добавить к тому, что ты говоришь, как получится переключиться, так как у тебя вот тоже информация, что это семёрка, что это человек кризиса. Но ведёт себя человек обусловлено. То есть, а я поворотники включаю, а я не торможу на светофорах. То есть я этого себе что? Не позволяю. Потому что если я это позволю себе, я себя за это не прощу. Я буду плохая, я себя сама же съем своей самокритикой. Поэтому меня обусловили, ну, это я говорю обо мне, я говорю о человеке, да? То есть если я семёрка, моя природа быть хаотичной, моя природа вводить людей в кризис, грубо говоря. Очень важно. То есть они перфекционисты. У них есть свой идеал в голове, да? То есть всё должно быть именно вот так вот. То есть она говорит, я включаю, то есть я идеально, да? Я делаю правильно, по сути. Да. Ну вот я же говорю, если вот я есть у меня, но я себе этого не позволяю. Я вот должна быть идеальной. Я себя обусловила или меня обусловили, ну, или моё число сознания меня обусловило. И поэтому мне Вселенная показывает тех людей, которые в этом моменте вообще не напрягаются. И Вселенная это будет показать до тех пор, пока не придёт принятие. Вот когда я других приму себя, приму, если я так, а что так можно? Когда человек там из линии налево поворачивает вот так наискосок, на красный свет, вообще направо начинает ехать. Ну, то есть это, казалось бы. И этот человек усходит с рук. И это показывает тебе, где ты себя слишком загнала в рамки. Это не говорит о том, что надо ездить на красный свет. Совершенно нет. Но где-то такой человек слишком себя держит в этих рамках, и Вселенная показывает. Это через людей, которые на эти рамки с большой высокой вышки имели всё это в виду, понимаешь? Поэтому как только мы… То есть это триггер, это боль, понимаете, что это внутри себя. Надо вспомнить ситуации. Их может быть несколько, может быть одна очень яркая, в которой вот себя загонял в рамки, кто-то тебя загонял в рамки. Эту ситуацию хорошо продышать. Вот как раз напоследок дам эту рекомендацию, потому что дыхание очень хорошо помогает справляться с эмоциями. Через дыхание. Мне нравится нулома-велома. Это просто великолепная, потрясающая техника, которую буду всегда рекомендовать. У меня есть на канале видеозапись, как делать нулома-велома. Напишите мне в личку анулома-велома или просто дыхательная техника. Дыхание напишите, чтобы не запоминать сложные слова. И я вам дам эту технику, нулома-велома, благодаря которой можно очистить эмоциональное тело просто великолепно. Дыхание и хождение. А? Мне тоже надо. Я, правда, делаю пранаямы, да? Мне интересно попробовать. Мне очень помогает. Мне именно у всех пранаям, именно анулома-велома, больше всего зашла. Оно настолько вводит в состояние гениальности. Оно очищает поле великолепно. И у меня сейчас остались только две практики. Это анулома-велома утром и хождение вечером. Я не каждый день это делаю, но если я делаю только вот эти две практики, хождение благодаря тебе вернулось в мою жизнь, так что я тебя благодарю. И вот дыханием очищается энергетическое поле, но в моменте просто продышать, когда я проэмоционировала, я выбросила из себя кусок своей души, я выбросила из себя кусок своей психической энергии. И эту энергию забираем дыханием. Вот я уже проэмоционировала, произошло это секунду назад или 10 лет назад, значения не имеет. Каждый раз, когда мы проявляем сильные эмоции, мы разбазариваем свою творческую энергию, мы выбрасываем из своего поля или, как можно сказать, консервируем кусок своей психики. И для того, чтобы её вернуть, нужно осознанно представить себя в этом моменте, будь это секунду назад или пять лет назад. И на вдохе мы забираем на каждую клеточку своего тела эту энергию. Просто представляем, что я забираю из этой ситуации свою энергию. И на выдохе туда через сердце направляем свет Божественной Любви. Этот свет как резинка стирает. Почему? Потому что прошлого не существует, но в моменты эмоциональных потрясений вот этот кусочек времени и пространства как запечатлевается и застревает, и он висит в нашем поле. Ты там оставляешь свою энергию вот в этом моменте. И ты как будто бы забираешь вот эту частичку свою, да, свою энергию из прошлого. То есть его же уже нет. Его нет. Но оно как законсервированное остаётся, вот как в поле законсервированное. Я хочу и другую практику, но помню, что у меня был такой результат. Я, знаешь, чувствовала, что ко мне вот вернулось всё моё, и я такая цельная. Вот у меня было вот такое ощущение. Это очень круто, действительно, забирать. Из ситуации, да, вытаскивать от людей. Да, но смотри, не только забирать. Не только забирать — это очень важно. Ты забираешь свою энергию, но там остаётся как контур какой-то. Контур, который… Это как файлик, как голограмма, на которую уходит наша энергия всё равно. На поддержание этой голограммы, этого снимка прошлого, уходит наша энергия всё равно. Даже если мы вдохом забрали на себя энергию из ситуации, но голограмма остаётся. И вот эту голограмму нужно растворить на выдохе, белым светом, беложемчужный свет из сердца потоком. Направляем на кусок вот это, на эту голограмму, на это воспоминание, и растворяем. Напомню, это воспоминание могло произойти секунду назад, могло день назад быть, могло четыре года назад, могло 40 лет назад. Неважно, когда это произошло, если эта ситуация вспоминается, значит, там кусок нашей энергии, и значит, там эта голограмма, и туда идёт наша энергия для того, кроме того, что мы оставили свою энергию в прошлом, мы ещё и свою энергию сейчас отдаём на поддержание этой голограммы. Поэтому мы на вдохе забираем на себя эту энергию, а на выдохе через сердце туда направляем свет, и он как растворяет эту голограмму, растворяет эту ситуацию. Просто представляем, что белый свет стирает, и уже больше нет там ни людей, ни ситуации, всё стирается, небо, звёзды, земля, предметы, всё, белый жемчужный свет. И это невероятно круто работает с любыми эмоциональными ситуациями. На энергетическом уровне лучше не придумаешь. Это самое крутое упражнение, благодаря которому мы забираем, возвращаем себе свою энергетику, свою психическую силу, и эту ситуацию стираем. Если она не стирается, значит, неосознан урок, почему это со мной произошло. Потому что мы можем стереть, но она всё равно восстанавливается. Почему? Потому что программа есть нерешённая. Да, да. Да, поэтому надо в любом случае разбираться, что за программа, что за системный сбой произошёл, и тогда она, ну, тогда одного раза достаточно, одного вдоха и одного выдоха достаточно, чтобы стереть. Да, то есть индикатор, вспоминаешь какую-то ситуацию, у тебя нет эмоций, да, то есть вообще никаких, пусто, спокойно, понятно. Это говорит о том, что эта ситуация, она проработана. Проработана, да. Вот, да. И на самом деле, я всё время так проверяю, знаешь, свои какие-то ситуации. Ощущаю ещё что-нибудь? Если не ощущаю, значит, я проработала. Так, вопрос? Ну, по-хорошему, ситуации вообще не должны вспоминаться. По-хорошему, мы должны всё время находиться здесь и сейчас, и вообще не должны помнить ни о чём. По-хорошему. То есть вот в моменте я всё время здесь и сейчас. Если вспоминаться, значит, могло всё равно что-то остаться, но в силу того, что ты работаешь с людьми и я работаю с людьми, в силу нашей работы мы можем использовать некие ситуации как кейсы. То есть в какой-то момент, раз, этот всё равно файлик достаётся, потому что он нужен просто как ситуация, потому что мы человеку на примере можем показать, что вот так-то и так-то было, да. То есть как кейс, оно может оставаться. На него тоже уходит часть нашей энергии на поддержание, но вот такая наша работа. Но если нет такой работы, то, естественно, вообще в идеале не должно вспоминаться ничего. Да. Ну, вопросов уже нет. Я думаю, мы с тобой будем закругляться, да? Мы дали... Да. Мы с тобой были в эфире, я думаю, мы дали очень много пользы, полезной информации. Очень много. Я считаю, что это был такой очень гигантско полезный эфир, и считаю, что мы сделали шикарный подарок для всех, для наших подписчиков. на конец года вот на новом уровне осознание его закончить и с новым уровнем войти в новый виток на следующий год. Я вообще в восторге от того, что мы сделали. Я тебе благодарна за то, что ты инициировала эту... Я тоже тебе благодарна. Да, я уже тут, смотри, время у нас начало 12, уже поздно. Я хочу, во-первых, пожелать тебе, чтобы ты поскорее увидела свою внучку прекрасную, я очень рада. Спасибо. Поздравляю дочке. Я очень рада, что у вас в семье такое радостное событие в конце года, да. И тебе желаю реализовать всё задуманное. У тебя миссия один, ты стратег, да, такой. собрать команду, начать руководить, создать что-то своё и вообще всё, что у тебя есть в планах, чтобы ты реализовала. У нас 22-й год, год 6. Я не помню, какой у тебя личный год. У меня год завершения, у меня девятка. Ага. 22-я. Тогда кайфуй. А в следующем году? Тогда буду кайфовать и отпускать. У меня год отпускания. Да, ну год 9, он такой серьезный. Ну, если у тебя будут вопросы, напиши мне, я по нему ещё с тобой пообщаюсь. Вот, но в целом я желаю, чтобы все твои мечты, планы, да, на следующий год, чтобы они реализовались. Вот, а для всех наших подписчиков тоже желаю прекрасного Нового года. Я обязательно напишу в пост, что это, какая энергия года, да, скажу чуть-чуть, что это очень женская такая энергия, Луна и Венера. Вот, всё должно быть, скажем так, многие смогут встретить свою любовь, родить деток, да, то есть забеременеть. Это очень-очень классный год. Вот, ну, естественно, сильнее будет влияние личного года, но в любом случае общий год тоже на нас, на всех действует. Вот, поэтому желаю всем быть осознанными, развивать своё сознание, ничего не бояться и просто действовать к Новому году. Благодарю, Солома. Такие чудесные слова, только гениальная шестёрка может так красиво сказать. А я тебе хочу и всем нашим подписчикам пожелать кайфовать от задач нашей души, чтобы мы не воспринимали их как наказание, кайфа наоборот, чтобы мы научились получать удовольствие от вот именно этого процесса. Увидели всю прелесть этой игры, этой загадки в жизни. так что я желаю тебе как шестёрочки, чтобы ты реально получала всегда эти удовольствия, но удовольствие именно не от эго, а от задач души, от проживания шикарного своего истинного пути. Спасибо тебе огромное. Большое-большое спасибо. Вот, подписывайтесь, девочки, Наталья, у неё очень интересная страница и очень крутые трансформационные игры. Вот, я к тебе в новом году обязательно на какую-нибудь игру запишусь. Да, скоро, кстати, будет, у меня есть заказ на игру карман, я тебя приглашаю, ну, то есть, уже есть половина группы, ещё хочется собрать больше участников, так что можете подключаться, это будет онлайн. Семейная версия кармана. Пишемся. Вот, ну, и для твоих подписчиков вы можете посмотреть триггеры, там побольше в вечных сториз, да, в актуальных можете посмотреть. Ну, я всем своим подписчикам уже не раз давала ссылочку на твою страничку, и если вдруг кто-то ещё не видел, то, конечно, подписывайтесь на салон, потому что там очень много, особенно в сториз, заходите, в сториз очень много супер ценнейшей информации, я иногда скринью себе и сохраняю в папочку какие-то мысли, какие-то подсказки. Ну, у меня есть целая папочка, которую я назвала твоим именем, да, и я собираю там твои мудрости. Спасибо тебе огромное. Очень-очень приятно, правда, это слышать. Значит, получается передавать вот эту... Да, однозначно. людям. 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 Мы с тобой прощаемся, да, спасибо тебе огромное, что ты согласилась провести эфир, и спасибо всем, кто остался до конца. Вы прям молодцы. Да, спасибо, с Новым годом. Всё, с наступающим. Целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok